Не сидишь ты, нет свободных мест, от того, что пахнет липой, не разоблестишь. В этот день мало кто усидел дома. Все, от мала до велика, вышли во двор. Совсем, как в старые добрые времена, когда провести вечер вместе со своими соседями было вполне обычным делом. И сейчас происходит возрождение традиции. Теперь это новый, современный праздник 21 века. С праздником, с Днем Добрых Соседей. Конечно, несмотря на то, что праздник молодой, но мы считаем, что он нужный для нас. Почему? Да потому что мы зачастую не знаем своих соседей. И вот сегодня есть прекрасная возможность познакомиться, прекрасно провести время. А самое главное, что это прекрасное место, прекрасный летний вечер. Мероприятие проходило во дворе по улице Высоковольтная, где располагается новый комплекс. Цель мероприятия – познакомить и сдружить людей, которые проживают в одном доме, подъезде, дворе. Сейчас мы зачастую даже не знаем, как зовут наших соседей. А ведь были времена, когда жильцы многоквартирных домов знали фамилию, имя, отчество и даже место работы соседей. И даже тех, кто жил с ними на разных этажах. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо в ваших семьях. Вот в каждой семье все было ладно, мир, любовь, царили только. Ну а мы со стороны власти сделаем все, чтобы вот дворы такие были и условия, чтобы вам жилось лучше, красивее, удобнее, комфортнее. С праздником вас, дорогие наши соседи! В день праздника соседям предлагали провести вечер вместе. Это поможет найти единомышленников, усилить общественную сплоченность, возродить солидарность и дружбу. А я вот хочу узнать, как всех вас зовут. И для начала давайте познакомимся. Я сосчитаю до трех, а вы все дружно-дружно назовете мне свое имя. Готовы? Раз, два, три! Ух ты! Очень-очень крутое мероприятие. На самом деле первый раз такое у нас во дворе. И мы на самом деле не ожидали. Мы так все нравится. Столько соседей, реально. Мы уже очень много познакомились, кого знаем. И такие мероприятия очень сближают. Я хочу сказать, что все очень нравится. Спасибо, все круто. Дети сейчас счастливы очень. Все очень здорово. День добрососедства – время, когда можно пересмотреть отношения к окружающим людям, стать отзывчивее и внимательнее друг к другу. У меня наворачиваются слезы на глазах. Я очень рад. Побольше таких праздников в году было. Вы знаете, молодцы. В Бролевской компании сделала такое. И люди веселые. И организовано все нормально. И спонтанно это было сделано. Никто к этому не готовился. Это было сделано, я говорю, что буквально сегодня палатки расставили. Люди собрались, люди веселятся. Люди молодцы. Вот так надо продолжать жить. Радоваться жизни. Вкусно угостить гостей – старая добрая традиция. На этот праздник соседи напекли пирогов. Под шатром раскинули большой стол, и каждый мог отведать кулинарные шедевры. Мы прочитали объявления. Для того, чтобы познакомиться с соседями и сблизиться, мы принесли свой пирог, который улетел на ура. Тут принесли еще больше пирог, и он также улетел на ура. И такие мероприятия просто сближают. Мы же только заселились, и многие не знают друг друга. А вот такие мероприятия, конечно, они очень сближают. Конкурсы, игры, танцы. Дети в них принимали активное участие. А еще в викторинах и квестах. Ой, трудный вопрос. Орешки мои, без стеснения берите. И в землю раз в жизни вы их положите. Лет 30 пройдет, и вырастут шишки. И смело лущите орешки вы эти. В них масло, и мякоть, и пользы не счесть. И вашей семье урожай весь не съесть. Это просто праздник для детей. Дети всех возрастов собираются здесь. Очень интересно, весело. Даже какое-то угощение. Наш с удовольствием бегает за сушками. А меня на поле чаем. Я очень рада. Ну, конечно, вы посмотрите на эту атмосферу. То есть все радуются, все улыбаются. Такой прекрасный день. Все. Я не знаю, ну, все очень круто. Настроение просто супер, да? Этот день понемногу начинает обрастать традициями. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои. Но объединяет их одно – желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. На раз, два, три мы с вами дружно-придружно крикнем «Ура!» Давайте! Раз, два, три! Ура! Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Антон Карташев для программы «Городские вести». Продолжение следует...